Мы уже премьеру провели в городе Краснодар, в городе Ростов-на-Дону, в лучшем, на мой взгляд, кинотеатре России. Кинотеатр «Горизонт» суперкрутой и по звуку, и по дизайну очень крутой. Потом Саратов, потом Москва. В Москве на премьеру пришло 1700 человек, это посадочных мест, они были заполнены, зал был до отказа. И многие люди не смогли попасть на премьеру, им пришлось уехать. И что вы просто понимали, это происходило все в понедельник, в рабочий день, когда людей вытянуть в мороз куда-то очень сложно. Это говорю не я, это говорят все люди из жанра, из киноиндустрии. Они говорят, братец, ты делаешь сейчас какую-то революцию в кино. Но это все говорят. Мы не припомним такого, чтобы в понедельник на премьеру был полный солд-аут в самом большом кинотеатре страны. Не верится, просто не верится, что это происходит. И вот вчера в Питере мы провели бомбовую просто премьеру. Опять же таки с гостями приезжали. Оксимирон, приезжали в весь свет питерского хип-хопа. Это Смок и Мо, Витек, Кожаобойма, Крип-а-крип. Ну такие самые известные люди в жанре, которые тоже есть в нашем фильме. Самое главное для меня, я возвращаюсь к вопросу насчет критики. Самые мои главные критики это хип-хоп и хип-хоп-исполнители, которые в прямом смысле этого слова приняли участие в этом проекте. Это для меня самая главная критика. И хочу тебе сказать, что 99% хип-хоп-исполнителей, которые уже увидели этот фильм, они очень позитивно отзываются, либо очень позитивно, либо позитивно. Один человек негативный отзыв высказал, это был Влад Валов, шеф. И то, как он высказал негативный свой комментарий. Он написал у себя на страничке фильм «Субъективное мнение о хип-хопе». Очень субъективное, но я понимаю, что это будет успех, потому что собрали очень много людей, бла-бла-бла. А до этого за 30 минут он мне написал личное сообщение «Ром, посмотрел фильм, меня там очень мало». Ну то есть, когда человек считает, что его очень мало. И самый прикол в том, что когда он смотрел фильм, он даже не посмотрел полфильма, встал, ушел. Но при этом он говорит, что у меня субъективное мнение о хип-хопе. Я говорю, Влад, это у тебя субъективное мнение о фильме, потому что ты не досмотрел его до конца, это и есть субъективное мнение, это лицемерие. Вот со стороны Влада я вижу это как лицемерие, я это ему сказал. Я не стесняюсь говорить все, что я думаю прямо в глаза. И я ему сказал, что это твое субъективное мнение о фильме. Если бы ты досмотрел его до конца, откуда ты знаешь? Может быть, вторая половина фильма была бы вся бы про тебя. Ты же этого не знаешь, но ты уже дал оценку. Поэтому это и есть субъективное мнение. Объектива там вообще ровно ноль. Ну, ты знаешь, я не злюсь на Влада Валова. Почему? Потому что, ну, как можно злиться на старика? Ну, типа старика. Старик может у него тоже немножко маразм, немножко там недопонимание каких-то вещей. Ну, как злиться на старика? Ну, нет. Ну, старику не понравилось, что фильм не сняли про него. Окей. Я даже предложил ребятам РФГ, База и Альпакс. Я говорю, давайте вторую версию фильма режиссерскую сделаем, где уже титры заканчиваются, и минут на 20 просто фотографии Влада Валова. Чтобы просто менялись коллажи разные, и играла его музыка, чтобы старику сделать приятно. Типа, ну, все как бы посмеялись. Конечно же, это шутка. Я думал, будет гораздо больше негативных комментариев, нежели сейчас. Это касаемо критики, которая для меня важна. Теперь критика, которая мне не важна. Это критики кино, кинокритики. Почему не важна? Не потому, что я их не уважаю. Ни в коем случае. Я уважаю, с огромным уважением отношусь к этим людям. С огромным уважением. Потому что это профессионалы своего дела. Но я не в жанре, я не в кино. И для меня это первая дебютная работа, и я об этом ничего не знаю. Понимаете, в чем дело? Для меня гораздо важнее критика рэперов. Тех людей, которые приняли участие в этом фильме, нежели критика кинокритиков. И мне написал Алексей Алексеевич Петрухин. Это наш партнер, это продюсер фильма «Биф». Это человек, без которого этого кино как такового бы не случилось, не было. Он сказал, самый какой-то крутой кинокритик был на премьере в Москве, посмотрел фильм и уже написал у себя в Фейсбуке, что это суперкрутое кино. И это просто неожиданно. Неожиданно, что никто не думал, что такое кино получится. Он говорит, это неожиданно. Я не помню именно имя этого критика, но это какой-то очень крутой чувак. Просто сейчас я в WhatsApp замучаюсь искать. Я бы назвал его имя. Я просто, понимаешь, в чем дело, я не в индустрии кино, поэтому я не могу сказать. Вот, допустим, ты понимаешь, там в кино больше, чем я, образно говоря. Тебе говоришь, и ты такой, ва, да это же суперкрутой чувак. А я как бы даже его не знаю, понимаешь, в чем дело. Я только вчера с Гоблином познакомился, я даже его не узнал, думаю, в лицо я не знаю, как он выглядит. И я познакомился, я говорю, о, круто, спасибо вам, что вы тоже приняли участие в фильме. Он же тоже есть в фильме. Он сделал цензур на матные слова. Самый главный матершинник в кино сделал цензуру нашему фильму. То есть там, где рэперы ругаются, он как бы это сгладил все такими интересными словами. Здорово. Премьера в Кюмени состоится завтра. Чего ждешь от премьеры здесь? Я уже знаю, что солд-аут, что открыли вторую площадку. И вторая площадка уже заполнилась, по-моему, больше, чем наполовину. Вот, могу ошибаться, но я знаю, что половину уже билетов на второй площадке во втором зале куплено. Я уверен, что Тюмень покажет очень позитивный, хороший, добрый настрой. Объясню. До Москвы и Питера мы проехались в Краснодар, Ростов и Саратов. Это региональные премьеры. Потом мы сделали в Москве и в Питере. И даже сейчас, анализируя все, что произошло, я скажу, что в регионах встречают кино гораздо лучше и теплее, чем в Москве и Питере. Почему? Потому что Москва и Питер – это люди, которые уже, они как бы не голодные, вот, они перекормленные. Знаешь, когда типа, ну, давай посмотрим, что там, знаешь. И я жду, когда будут аплодисменты в некоторых местах. Их нет, потому что люди сидят вот так вот, они, они важны. При всем уважении к москвичам и санкт-петербуржцам, при всем уважении. Но не было такого, скажем так, искреннего удивления и проявления своих эмоций, как в Ростове. Ростов просто разорвал, Ростов-папа. Когда играли там треки «Наши люди» или «Мы берем это на улицах и несем сюда», там, все ростовчане пели. Вот так прям весь зал качался, прям, знаешь, как будто находишься на хорошем, прям, крутом концерте. В Москве этого не было, но в каждом городе, буквально в каждом городе, в конце фильма аплодисменты довольно-таки затяжные. Не так, что все, пошли. Встают люди и прямо хлопают. Прям именно, я перед каждой примерой, я прям мандраж такой, чувствую, знаешь, холод и страх. Потому что я, когда сажусь в кресло в кинотеатре, вот так вот прям забиваюсь, знаешь, вот так вот. И слушаю каждый комментарий сзади. И кто-то посмеялся, думаю, блин, его нам не понравилось. Вот так вот себя чувствую в кинотеатре. Да, да, да. И если кто-то вышел, я вообще, кто-то вышел, наверное, фильм не понравился. Черт побери, как же так. Такое, знаешь, я на нервиках. Для меня, я, наверное, несколько килограмм веса просто теряю за каждую премьеру. Типа я прям, вот прям, вот прям очень нервничаю. Но когда я слышу в конце эти аплодисменты, этот восторженные крики, я отпускаю, стою, выдыхаю, да, и благодарю всех. Это очень сложно, когда ты первый раз снимаешь кино. Это что-то, это твой дебют. И сразу успех. Это очень сложно. Люди к этому успеху многие идут годами. Редактор субтитров А.Семкин